Добрый день, дорогие зрители моего канала! Сегодня мы поговорим о пользе творога для мужчин. Не удивляйтесь, почему именно для мужчин? Потому что в последнее время я увидела, что творог для мужчин является еще частичкой удовольствия. Что же произошло? Почему так резко поменялись взгляды мужского населения на такой, казалось бы, диетический продукт? Творог для мужчин необходим для полноценной работы здорового организма. Его качество полезный, известный давным-давно, но обычно считалось, что это детский продукт. Но сейчас мужчины постоянно включают его в рацион, решают свои проблемы со здоровьем. И это действительно и удовольствие, и наслаждение. Мужчины добавляют в творог мед, сметану, орехи, бананы, любые фрукты. И что же привлекает мужчин в таком диетическом продукте? Творог содержит в себе большое количество необходимых для мужчин минералов и витаминов. В нем есть молочный белок, казеин, а также протеины для наращивания мышечной массы. Для своего питания выбирайте творог средней жирности. Он лучше усваивается в организме и имеет больше полезных веществ, потому что настоящий творог очень калорийный. Его переработка идет медленнее, и его частое потребление может увеличить вес. В твороге содержатся протеинов и белка, которые помогают наращиванию мышечной массы. Используют спортсмены в своем рационе. И также необходим все, кто занимается тяжелым физическим трудом. Очень важно использование творога для мальчиков-подростков в пубертальном периоде, когда они стараются выглядеть уже по-взрослому и начинают усиленно качать мышцы. Содержание в твороге микроэлементов, таких как цинкиселен, влияет на увеличение тестостерона. Благодаря витаминам и микроэлементам, находящимся в белковом продукте, улучшается гормональный фон, общее самочувствие, появляется хорошее настроение. Фосфор и кальций участвуют в строительной костной ткани. Творог очень богат этими элементами. Их недостаток ведет к хрупкости костей, частым переломам, заболеванию хрящей. Это важно для людей пожилого возраста и всех, кто занимается спортом. И любые фрукты, и вы будете получать удовольствие от творожных блюд, и ваше здоровье будет улучшаться с каждым днем. Творог содержит в себе большое количество необходимых минералов и витаминов. В нем содержится молочный белок, казеин, а также протеины для наращивания мышечной массы. Но для своего питания выбирайте творог средней жирности, он лучше усваивается в организме, имеет больше полезных веществ. Потому что настоящий творог очень калорийный, переработка идет медленнее и частое употребление может увеличить вес. В твороге содержатся протеины и молочные белки, которые помогают наращивать мышечную массу, используют спортсмены и все, кто занимается тяжелым физическим трудом. Особое внимание для мальчиков-подростков в пубертальный период, когда идет и рост костной системы и нагрузка на мышечную массу. Содержание в твороге микроэлементов, таких как цинк и селен, влияет на увеличение в организме тестостерона. И благодаря этому в твороге улучшается гормональный фон, общее самочувствие и появляется хорошее настроение. Фосфор и кальций участвуют строительстве костной ткани. Творог очень богат этими элементами. А недостаток фосфора и кальция ведет к хрупкости костей, частым переломам, к заболеваниям хрящей. Это очень важно для мужчин и пожилого возраста, и всех, кто занимается активной физической нагрузкой. Молочнокислые бактерии повышают иммунитет, регулируют работу желудочно-кишечного тракта, улучшают обмен веществ. Это приводит к исчезновению застойных процессов в мочеполовой сфере и является профилактикой мужских заболеваний. В твороге содержатся группы витамины В, которые регулируют состояние нервной системы и нужны для четкой работы сердца. И это говорит о том, как полезен для нас творог. Если у вас большая физическая нагрузка, сердце ваше тоже может страдать. И мозг находится в большом напряжении. Постоянные стрессы влияют на работу сердца и мозга. Все это может привести к инфарктам, инсультам. А мужчины чаще женщин подвержены этим недугам. Творог рекомендуется постоянно употреблять людям страдающим диабетом. Он снижает сахар в крови, чистит сосуды, придает сил и увеличивает жизненную энергию. В творог можно добавлять и сметану, также не очень жирную. Она легко переваривается в желудке, не травмирует стенки и не повышает кислотности. Сочетание этих двух продуктов оптимально для того, чтобы рекомендовали врачи и в послеоперационных диетах, и для детей, и для спортсменов, и для взрослых. А спортсмены используют сметану с творогом для роста мышечной массы, увеличения выносливости при занятиях на тренажерах. Она содержит в несколько раз меньше жиров, чем масла, не повышает холестерин в крови и легко усваивается организмом. Творог в сочетании со сметаной, с укропом, с петрушкой, с любой зеленью идеально подходит для вашего питания. Для улучшения вы также можете добавлять новые вкусовые качества, изюм, орехи, курагу, банан. И сочетание кислого творога с зеленью, укропа и петрушки и чеснока придают такую пикантность. Это повышает не только вкусовые качества, но и добавляет новые минералы и витамины, а также разнообразит ваше меню, потому что внешний ваш вид изменится. Вы будете цешать здоровьем и красотой, а это уже показатель счастья. При правильном питании, активной жизни, употребление творога очень важно. Включайте в рацион и спортсмены, и подростки, все мужчины, которым не безразлично свое здоровье. Будьте здоровы! Но сейчас мы поговорим о побочном явлении творога, потому что надо знать норму, которая рекомендуется для мужчин, и об этом мы тоже с вами поговорим. Рекомендуемая норма творога каждый день для мужчины это 200 грамм всего лишь. Можно 100 грамм до тренировки и 100 грамм после тренировки. Вы должны знать, что чрезмерное употребление любого, даже самого полезного продукта может причинить организму вред. Есть также определенные недуги и состояние здоровья, при которых требуется диета, исключающая творог. В твороге огромное количество белка, и при заболеваниях почек употребление творога оказывается вредным. Противопоказан творог и мужчинам, страдающим патологиям желчного пузыря и мочекаменной болезнью. Люди, которые склонны к аллергии, также надо быть осторожным. И когда диагностированы недуги, в области желудочно-кишечного тракта исключается зерненый творог. Суточная норма творога не более 200 грамм. Большее количество негативно сказывается на состоянии здоровья. И обратите внимание, что жирный творог нужно употреблять в минимальной дозировке, иначе повышается вероятность теросклероза и ожирения. Вы это все должны учитывать. А в конце видео мы все-таки вернемся с вами к здоровью мужчины и поговорим о потенции. Обратим внимание на то, что творог и потенция мужчин взаимосвязаны за счет зависимости между количеством потребляемого белка и выработкой тестостероза. Чем больше в организм попадает белка, тем активнее производится мужской половой гормон. Если синтез снижается, то это ведет к половой слабости и в конце концов к дисфункции. Творог очень богат антиоксидантами, замедляющие процессы старения. Именно возрастные изменения провоцируют снижение половой функции, поэтому регулярное потребление творога позволяет их затормозить. Полезен творог и для качества спермы. Врачи говорят, что это один из лучших способов улучшить состав эоккулянта. Итак, подведем итоги. Чем же полезен творог для мужчин? Прежде всего, увеличивает мышечную массу, улучшает настроение, повышает мужскую силу, предотвращает рак простаты, укрепляет кости и суставы, улучшает обменные процессы, здоровье нервной системы будет лучше, укрепляет сердце, поддерживает нормальный уровень сахара, дает энергию. И, дорогие мужчины, если вы чувствуете себя бессиленным, всего лишь 200 грамм творога дадут вам энергию. Вы сможете закончить все дела на работе, потренироваться и быть здоровым и успешным. Я очень рада, если моя информация вам полезна, подписывайтесь на мой канал. Эти рекомендации также относятся и к женщинам, если возле вас есть здоровый, красивый и сильный мужчина. Обратите внимание на эту информацию, кормите мужчин творогом, пусть они будут здоровы, а вы будете счастливы. Не забываем ставить лайк, для того, чтобы не потерять эту информацию. Подписывайтесь, дорогие друзья, очень много на моем канале видео по тематикам и просматривайте видео по плейлистам.